здравствуйте уважаемые дамы и господа начинаем сегодняшний вебинар посвященный эзотерике магии волшебству и в общем-то работе с самим собой с целью убрать какие-либо проблемы или так далее или там какие-либо проблемы из какие-либо проблемы с присутствующей жизни и так далее я сегодня постараюсь ответить на те вопросы которые вы задаете на моем фейсбук-канале который называется дуйко кайлас и rte постараюсь максимально ответить на все вопросы зори она фурсеви здравствуйте уважаемый андрей андрей скажите у меня весной участились у рз и насморк зимой не болела в марте приобрела браслет из метасоников может ли это носить эзотерический характер или все же легкие простуды это низкий иммунитет нет эзотерические браслеты не могут приводить человека к тому чтобы он болел чаще низкий иммунитет конечно изменения в жизни начали происходить люблю браслетик ноут супер ксения кучеренко скажите пожалуйста как не бояться змеи как эзотерически можно повлиять на ситуацию когда человек боится чего-либо вот смотрите как работать с какими-либо качествами допустим допустим когда человек боится то такое ощущение он испытывает на уровне живота или на уровне груди случае если вы испытываете какое-либо чувство на уровне живота то вы это чувство должны поднимать выше и чувствовать его сначала в груди и после этого в голове таким образом боязнь к змеям будет уходить а вот допустим если человек хочет алкоголь пить у него возникает чувство которое находится в его груди и вот для того чтобы справиться с этим чувством данное чувство необходимо опускать в живот и делать это многократно и его начнет тошнить потому что это чувство для живота она несносно и невозможное случае если боязнь змей находится в голове то необходимо такую боязнь змеи это ощущение чувства опускать свою грудь или опускать середину живота таким образом такая боязнь будет уходить смещайте такое ощущение и передвигайте его вдоль своего тела вертикально выше или ниже обычно во вторую чакру 4 или 6 это для учеников школы андрей андреевич вы говорили о том что можно делать пост один раз в неделю посвящая чему-либо деньги имеет ли значение день для денег да считается что если человек поститься в четверг то у него увеличивается материальное благополучие также ему прощают долги случае если человек поститься в воскресенье то его жизнь становится более легкой не такой сложной не такой наверное обременительной и тяжелой в случае если человек хочет решить какие-то отношения или решить как-то свою судьбу и сделать так чтобы судьба повернулась к нему каким-то решительным таким образом то есть там мужчина с женщиной живут хотели бы расстаться но не могут из-за там имущества детей или еще чего-либо вот такой пост необходимо проводить во вторник оксана мать прошел уже год как закончила третью ступень потом занималась чтением мантр и прослушиванием шумов но не всегда и сейчас тоже не каждый день практикую можно ли приобретать четвертую ступень можно ольга сгорска вот наконец-то решила задать вопрос по здоровью болят ноги косточки на ступнях какие препараты т.ф. принимать обратитесь к операторам они вам помогут с чего начать человеку который случайно узнал о вас в фейсбуке спасибо пожалуйста элен джак я рекомендую вам пройти первую бесплатную ступень школы кайлас на моем официальном сайте вернее на канале в youtube который называется андрей дуко официальный канал ильяна спинели если вам интересна эзотерика если вы хотите изменить вашу жизнь хорошую сторону проходите ступени андрея андреевича дуйкова спасибо марина брать зависит ли как-то близнецы энергетически друг от друга переплетаются ли их судьбы нет судьбы близнецов не переплетаются но есть одно но когда кому-либо из близнецов становится плохо душевно или плохо физически то второй близнец в этот момент может чувствовать это и может чувствовать сенсор на ощущать физически но в случае если одному из них лучше или у одного из них там части какой-либо на 2 это никак не передается к сожалению елена уланова я пишу стихи иногда они пишутся как-то сами по себе скажите пожалуйста это тоже послание высших сил возможно вы подключены к каналу ясновидения который передается в виде вот таких подсказок каких-либо спасибо за баток благотворной радости который стал сильным благодаря практикам и философии спасибо последнее время начала замечать что мне преследует цифра 6 часто именно 666 может что-то значит если человека преследует цифры 6 то это говорит о том что человеку необходимо создавать семью человеку необходимо обратить внимание на тех детей которые есть у этого человека или обратить внимание на ситуации которые есть в семье также цифра 6 обычно человека как бы сдвигает в сторону земли то есть это подсказка того что время рожать время за обзаводиться семьей время ответить кому-нибудь на ухаживание ну вот где то так есть более подробное видео по совпадающим цифрам она есть в ю тубе можно набрать когда цифры попадаются или одни и те же цифры попадаются в поле внимания андрей дуйко что делать нехорошо это или плохо здравствуйте уважаемый андрей скажите пожалуйста сможем ли мы народ индо вспомнить кто мы в следующих воплошениях и что мы были народом со своим философским учением конечно конечно обязательно сможем несколько слов хотелось бы сегодня сказать я уже ранее говорил или рассказывал об этой информации но такой вот интересный пост написала женщина в моем youtube канале андрей дуйко официальный канал я и написал она мне написала благодарю вас андрей андреевич при этом написала благо и после этого вторым словом дарю и после чего я ей написал что произносить слово благодарю не очень хорошо так как человек который занимается магией или человек который мало-мальски знаком с эзотерикой может добровольно забрать вот такие слова и забрать это благо для этого человеку необходимо просто произнести хорошо я ваши блага которые вы мне дарите принимаю после чего забирать эти блага какое-то время правда не всю жизнь но очень долгое время таким образом человек может отобрать у человека другого его блага в случае если он это дарит и откровенно разбрасывается но и она мне ответила где-то приблизительно как я его дарю я его и принимаю но это очень неправильно потому что мой совет был такой не произносить все-таки эти слова благодарю благодарю нехорошее слово потому что это дарить благо а у человека в общем-то жизнь основана на том чтобы эти блага у него появлялись так человек раздает свои блага и после чего у него их не остается какие еще бывают слова и что значат определенные слова допустим в нашем лексиконе который мы привыкли очень часто использовать допустим мне не нравится слово мне не нравится слово допустим сейчас я подумаю ничего себе дело в том что слово ничего себе в свое время придумали эзотерики это все и по моему мнению находилась на территории одессы тогда жили там и верующие иудеи не верующие иудеи и для того чтобы создавать определенную магию они придумали вот такой момент то есть они начали использовать использовать слово ничего себе каким образом они его использовали человек заходил и когда человек заходил и стоял то человек который человек которому он заходил вот этот иудей который находился на рынке он ему говорил ну как там дела на улице и там человек рассказывал представляете сегодня на улице там были какие-то проблемы в этот момент этот человек который должен был продать эту одежду или там какой-либо товар он ни о чем не думал а произносил мысленно или шепоток такой он произносил не не так он произносил вслух ничего себе и после этого про себя или шепотком произносил все тебе дело в том что когда произнести ничего себе все тебе то тогда человек который приходил к нему за этим товаром попадался на удочку и начинал покупать у него этот товар то есть человек произносил вслух ничего себе и после этого шепотом все тебе что у меня есть или весь товар тебе после этого человек попадался на вот такую эзотерическую установку после чего у человека появлялись желание покупать какой-либо товар у этого человека но это дословно и досконально правдивая информация объясню почему я в свое время изучал эзотерику и пытался найти вот такие какие-то нюансы которые связаны с нюансами в разговорной речи и нашел таких людей которые были не русской национальности которые поделились вот такими обрядами которые действительно имели место быть их придумывали в одессе ну и в дальнейшем использовали только посвященные люди есть целый ряд слов которые мы говорим и не понимаем что это такое допустим когда человек говорит спасибо о чем он говорит по моему мнению спасибо это значит не спаси бог а спаси от боли то есть смотрите как это выглядит человеку говорят здравствуйте то есть что ему желают ему желают здоровья а потом когда прощается говорит спаси от боли а что такое болезнь болезнь это тоже фактически элемент боли когда человек начинает болеть болеть боль то есть таким образом когда человек говорит спасибо он фактически говорит спаси от боли тебя а кто спаси бог там или там еще какое-либо существо таким образом слово здравствуйте и слово спасибо имеют фактически одно и то же значение а иногда люди говорят ну все пока что это обозначает по моему мнению слова пока это сокращенное слово пока и ся потому что очень часто когда человек встречается с другим человеком то он преследует корыстные цели какие либо и очень часто врет ну и для того чтобы вот такое вранье не влияло на другого человека ему говорят ну все пока таким образом это где-то звучит так ну все покайся во лжи и это не переносится на того человека который к вам приходит вот я уверен что если человек приходит и предлагает вам какой бизнес или еще что-то и вы загораетесь то это скорее всего будет просто выманим из вас денег ну и вот хорошо ему сказать пока пока ничего страшного звучит кается это сожалеть о поступке которые ты совершил особенно от лжи есть целый ряд вот таких слов сегодня особо них больше говорить не будем и так дальше елена милен пишет вам ученица 6 ступени интересное развитие болезни было срезонарио срезонировала на скандальную тему в офисе и несколько дней и в себе переживала внезапно температура 38 градусов выкарабкалась через три дня недели через три недели оба и снова попала вредоносную тему из своей прошлой жизни снова возникла температура страх ну и мысли вдруг заработали снова ту же грязную лужу угодила поработала 66 санга и осознала что это от нервного восприятия осуждения температура ушла ушла смотрите как все устроено болезнь это фактически оханье а что предшествует оханью вздохи смотрите как мир устроен если человек вздыхает делает от чего он вздыхает у него появляется разочарование которое является возможно следствием того что этот человек ставит кому-нибудь задачи ждет что кто-то будет выполнять какие-либо задачи то у него в дальнейшем это создает вот такие разочарования именно поэтому совет такой для того чтобы не разочаровываться не ставьте задачи говорите всегда я ни при чем это пусть лежит эта ответственность на других людях тогда у вас не будут разочарований у вас не будет вот таких вздохов когда вас кто-то раздражает вы вздыхаете когда вас кто-то нервирует вы вздыхаете говорите себе слова я ни при чем это не ваша проблема серьезно так вот чем чаще человек вздыхает на протяжении своей жизни смотрите в когда вздыхаем это то же самое что стонать от боли в дальнейшем это то же самое та же самая физиологическая особенность то есть когда человек делает так то в дальнейшем будет я так ох 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 как мне больно смотрите одно и то же получается развитие физиологической проблемы боли формируется в тот момент когда у человека появляется предварительные элементы разочарования именно поэтому я хочу вам сказать а что может разорвать разочарование не принимайте близко к себе старайтесь быть человеком который не ждет от кого-то каких-то обязанностей не ждет ничего ни от кого старайтесь быть человеком который немного двойти чена безразличны то есть если человек говорит я не сделал это говорите но и ничего страшного я ни при чем это что не сделал или там у меня не получается ну бывает и так я ни при чем старайтесь оберегать себя от разочарований старайтесь не страдать старайтесь не накручивать старайтесь отвлекаться старайтесь медитировать на слово я ни при чем таким образом вы сможете избавиться от этих охов чтобы они в дальнейшем не превратились в ахи и страшнейшие проблемы конечно же конечно же если противоборство если противоборство конечно же есть свое время я говорил что необходимо перейти на сторону людей восхищающихся нужно быть человеком который старается восхищаться наоборот восхищайтесь говорите слово ах на вдохе говорите ах мне нравится моя жизнь я сегодня кушала я в одежде мне нравится то что я живу мне нравится ведь бог создал людей для того чтобы им нравилась эта жизнь иначе зачем таким образом если создал нас для того чтобы мы радовались этой жизни давайте будем радоваться хватит охать хватит вздыхать конечно вспомнилась еще одна такая пословица сахами и вздохами есть русская народная пословица я ее могу не очень правильно сказать из-за там может быть недостаточно хорошей памяти но она звучит где-то так охай в молодости а хай в молодости чтобы в старости не охать о чем здесь говорится ну здесь говорится наверное о весне что женщина должна соглашаться что женщина должна обращать внимание на мужчин что мужчины должны обращать внимание что нужно с кем-то встречаться и так далее вот здесь об этом говорится подвеса в ином случае будешь в старости охать страдая от того что в молодом возрасте этого не произошло но вот где-то так тоже народ очень умные пословицы народная не очень умные ну и я наверное дал вам вот ответ что же вам теперь делать будьте тем человеком кто ни при чем тогда у вас температура не будет подниматься ну вот где-то так и делать ильяна шпинели а еще раз когда смотрю вебинары отвожу глаза вправо копируется изображение телефона и вы там андрей андреевич как фотонегатив черно-белое изображение это и есть экран нет и это изображение висит и он двигается не стоит на месте но можно да можно условно сказать что это экран либо когда смотрю на предмет отображается рядом как будто двоится это связано с раскрытием ясновидения да или это проблема с глазами нет это ни в коем случае не проблема с глазами я на первой старой ступени рассказывал как открыть канал ясновидение вот как раз там такие упражнения я давал а были еще более старые ступени там я рассказывал о методах расщепления когда смотришь на предмет отворачивайся от него и после чего представляешь будто ты пытаешься ощутить вкус этого предмета понюхать погладить и так далее тогда мы начинаем более подробно снимать информацию утончаем свои сенсорные такие тонкие сенсорные ощущения и видимо ощущаем все так что это отражается в дальнейшем на развитии нашего и паранормальных способностей и нашего восприятия мира и так далее светлана ткаченко дякую за ваш турботу добрый сэр скажите будь ласка пид рукой в менеджеру вы как его можно позбутать энергетично дякую вам за вид поведь энергетически необходимо представлять будто это пластилин и вы его вот так как пластилин по всему телу растирайте при этом трогать рукой его не нужно мысленно представляете будто пластилин и мысленно представляете или тесто и мысленно представляете будто вы его выкатываете валентина бондаренко скажите пожалуйста что это может быть я болела коронавирусом теперь что-то в груди в ухе когда лягу спать не могу из-за этого уснуть гудит как-то рывками спасибо большое когда у человека появляется ощущение будто гудит как бы рывками я рекомендую такому человеку принимать препарат цитрамон и данный препарат может убрать вот такую проблему восстановив его центральную нервную деятельность вообще скорее всего это связано с тем что происходит истощение истощение центральной нервной системы такое такое истощение центральной нервной системы очень хорошо лечить препаратами для восстановления центральной нервной системы среди таких препаратов на первое место можно поставить препарат альфа-липоевая кислота принимайте его в большой дозировки 300 миллиграммов два раза в день это уберет вот такое гудение из груди светлана рыхтик за все что вы делаете признательно в данный момент практикую практике с мастер-класса причем при чтении кодов или мантр сильно начинает чесаться лицо руки может что-то делаю не так вы делаете все правильно просто когда вы читаете определенные мантры эгрегориальные сущности которые живут вас или налезли на вас они начинают двигаться и начинают с вас слазить и вот в этот момент мы начинаем ощущать вот такой зуд но снимайте правильно вот таким образом как бы назад себя сталкиваете тогда зуд будет исчезать с лица вот так таким образом вы очиститесь от энергетических влияний и вам заметно будет лучше после этого любовь савчук прошу рассказать о гепатите c возможности лечения сегодня я читал сегодня я читал отзыв такой писала я не помню фамилию одна из моих знакомых она написала мне о том что она принимала препараты битулин моей компании и и сняли диагноз гепатит c и вот рекомендую собственно принимать препарат битулин по одной таблетки три раза в день на протяжении двух трех месяцев за три-четыре месяца можно убрать гепатит за 45 месяцев заболевания синдром жильбера это очень часто происходит мы я очень рекомендую использовать данный препарат у нас препарат очень хорошего качества мы его производим самостоятельно ольга данилова у мужа от первого брака из дочь ей 21 год она очень пышненько вопрос можем ли мы и дать способ для похудения с новогоднего семинара с ключиком до знаем что делится можно только с родными по крови она не ученица школы живет с парнем не расписано который тоже очень крупный как я поняла ей можно а ему нет можете и ей ему я вам разрешаю ольга яковлева низкий поклон и восхищение вы как-то мне мельком сказали что у меня есть дар целителя подскажите как его развить как почувствовать что он есть развить его несложно покупайте мои семинары которые называются эзотерическое целительство 1 2 часть а также семинар который называется ментальные техники целительства проходите все эти три семинара и в дальнейшем используйте для лечения других людей на расстоянии и своими руками семинары очень интересные очень необычные могучие можно так сказать хочу сказать вам что сейчас будет проводиться марафон целителя где я буду дистанционно работать с людьми которые будут участвовать в этом марафоне целительства после этого марафона целительства где-то на протяжении месяца или может быть там чуть-чуть позже я проведу трехдневный курс целителей где буду обучать всем эзотерическим методом целители или целительства дистанционно то есть я буду объяснять как это работает что влияет там каким образом это все делается и так далее поверьте мне это очень очень интересная работа она очень сложная много такая ступенчатая и очень эффективная на сто процентов скажите пожалуйста заседание рты выдавали код на исполнение желаний его в один день практиковать нужно в полнолуние или можно неделю после полнолуния можно в неделю виктор иванов подскажите что-нибудь упражнение у меня гипотиреоз принимая гормоны щитовидной железы мне 34 года делайте так представляете будто вы делаете вдох через зубы вдох через зубы сзади и выдох так как будто у вас вот здесь щитовидная железа это горн к то кузнечный горн из которого идет выхлоп горячего дыма и огня и делаете так через гор а спереди представляете будто вот такой дым с огнем если делать так ежедневно на протяжении полутора-двух месяцев то можно вас снять дальнейшем с гормонов щитовидной железы но нужно представлять здесь сразу сколько времени лучше всего это делать три минуты один раз в день утром один раз в день там в обед один раз в день вечером один раз день перед сном можно больше раз делать но в разное время ирина смирнова долгого время времени вам вашим близким здоровья скажите пожалуйста мой младший сын александр заканчивать девятый класс не отвечаю на эти вопросы выходя на улицу я стала применять практику представьте что люди идущие тебе навстречу подходят обнимаю тебя и заметила несколько разных реакций первое обнимаются с удовольствием улыбаются особенно маленькие дети смеются кто-то обнимается без эмоционально кто-то не хочет совсем но если ему говоришь ну что ты давай тоже все-таки обнимается и улыбается после этого это позитивно но сегодня попался кто-то наоборот не очень добрым оказался расскажите пожалуйста как эта практика работает то что с вами происходит является снятие информации но комплексное снять информации отношения к те этих людей по отношению к вам поэтому вы снимаете вот такую информацию вы ее снимаете комплекс на те люди которые хотят обниматься действительно смогли бы быть к вам по отношению к вам хорошими и добрыми людьми те кто откровенно отворачивается и не хочет обниматься стану для вас является человеком который вы его видимо раздражаете не нравитесь внешне или если человек даже может как бы энергетически вам показаться что он хочет вас оттолкнуть и ударить то человек настроен агрессивно плохо и так далее уважаемый андрей андреев что я делаю не так почему уже долго не могу найти хорошую работу ведь вы говорили берусь за все подряд каждый день как нервный срыв все не то и минус даже ей практике делаю 24 часа думаю что еще искать нервное напряжение не уходит это как порочный круг прекратите все делать и попробуйте несколько дней выспаться несколько дней выспаться после этого скажите себе какой области вы бы могли сейчас быть наиболее эффективной в вашем случае очень хорошо было бы устроиться на какую-нибудь совсем простую работу типа администратор и поработать где-нибудь какое-то время администратором банке в парикмахерской там еще где-то еще где-то не торопитесь просто поработайте вам подходит большое количество женщин хорошо было бы вам там начать работать дарья сергеевна как вы считаете насколько нумерология точно в расчетах сам пользуюсь мне нравится но владимиров по моему мне нравился когда-то могу фамилию путать но по-моему владимиров вот его нумерология мне понравилось свое время светлана шацких вы хороший учитель нас прекрасно учить спасибо любовь турова если эзотерийский метод от комаров и мошек до необходимо позвать к себе большую необходимо позвать к себе большую а знаете такой простой есть вечером перед сном поднимите палец левой руки указательный вверх и скажите а меня завтрашнего дня больше не будут кусать комары а меня завтрашнего дня будут не будут больше кусать комары если вы ученик школы скажите да андрея андреевич и представьте будто я вам отвечаю да и после этого заметите что вас перестанут кусать комары это только для учеников школы как стать учеником школы сразу такой вопрос все многие увидят данный семинар в ю тубе и сразу же возникнет вопрос как стать учеником это несложно сделать для того чтобы стать учеником школы необходимо набрать в поисковой поисковом окошке youtube канала слова первое первый день первая ступень школы кайлас после чего вы перейдете первую ступень первый день школы кайлас и там будет вся первая ступень азотеристы шкулы кайлас в 3-е 10 днях после чего наana بت напишите первый день второй ступени школы кайлас и точно также вы можете перейти ко второй ступени это тоже 30 часов информации пройти и 1 2 ступень и это совершенно бесплатно елена литвиненко будет ли считаться эзотерическим долгом помощь государства если дают от государства если дают на развитие бизнеса нет не будет читаться долгом государство у вас берет а это его долг вам елена капанчук почитайте что-нибудь волшебные своих книг всегда очень интересно слушать с удовольствием какое-нибудь место открою сейчас и прочитаю долго я не мог понять почему обычных людей не получается становиться успешными счастливыми людьми я думаю что это связано с тем что большинство людей ничего не хочет создавать для этого мира ведь это же понятно как белый день если мир должен тебе что-то давать то и ты должен что-то давать этому миру а мы даже работаем на кого-то они на себя нужно стараться делать что-то для мира писать статьи их публиковать создавать музыку делать поделки готовить пищу но это делать самому или заставлять кого-то делать для тебя так ты даешь миру сам или через кого-либо и мир хочет давать тебе делайте мой совет такое хотите чтобы мир вам давал старайтесь что-либо для мира делать что можно делать для мира выйдите на улицу посадите цветочек сделайте какое-нибудь видео выложите его бесплатно в youtube и так далее это все как бы для мира с какими-нибудь полезными советами даже списанными или считанными где-либо делайте это для мира тогда у вас будет постоянно что-то что будет давать вам мир взамен так уж это устроено также миру можно желать что-нибудь мир я желаю тебе развития мир я желаю людям благополучия и радости пожелайте кому-либо улыбайтесь окружающим людям коммуникация снова нашего благополучия поэтому улыбаясь кому-либо в этом миру улыбаясь незнакомым людям улыбаясь людям с которыми вы коммуницируете вы можете привлечь очень быстро в жизнь успех это проверенный метод я еще очень часто кому-нибудь делаю комплименты то есть если я встречаю незнакомую женщину там или мужчину вот сегодня в банке был мне выдали документы я это женщине сказал огромное спасибо вы самый лучший работник вашего заведения и при этом очень красивая женщина и прошлый раз я это сказал и сейчас она это вспомнила представляете она так расплылась потом встала а из очереди отошли она отдельно мне вы выдала этот документ хотя я хочу вам сказать что и было легко сегодня сказать мне что он еще не готов потому что он не лежал в архиве а лежал в отдельной папке или в отдельной который только сегодня напечатали ей выдали видно из канцелярии она очень я говорю так так милы потом когда я приехал в банк и начал говорить женщина и говорю надо же у на вас такой красивый желтый свитер она говорит да это нам банк выдал желтый свитер я и говорю надо же никогда не видел чтобы были такие желтые свитера я говорю я надеюсь что банк вам когда-нибудь сможет оплачивать еще и хорошо вашу работу на гряда банк я вроде вы живете и так далее так далее потом самом конце говорю у меня еще так хорошо как вы никто никогда не обслуживал и она говорит но и большое вам спасибо вы знаете это удивительно и такое качество когда вы делаете комплименты как как у java говорил давайте говорить друг другу комплименты и говорить и запоминать хорошие моменты и вот я к этому тоже при призываю вот я когда-то сказал своему знакомому который продавал шаурму он говорит я поставил шаурму там между городом и деревней и говорит у меня ее не покупают потому что люди в деревне и и могут сами приготовить что мне закрываться теперь я говорю послушай меня внимательно сейчас когда ты будешь делать шаурму то каждому человеку который будет подходить желать что-нибудь хорошее а также этому человеку говори комплимент если эта женщина прошло там пять или шесть месяцев вот мы постоянно каждый вечер проезжаю мимо его шаурмы и у него постоянно круглосуточно работает уже два повара его нет я один раз ему позвонил и говорю проезжал мимо хотел у тебя шаурму заказать но решил не стоять в очереди как дела он говорит очень хорошо очень хорошо я помнишь я тебе посоветовал когда вы мне посоветовали то у меня сразу же начали идти и идти дела потому что женщины приходили не за шаурмой они приходили чтобы им кто нибудь делал комплимент он говорит да еще и решил свои дела которые связаны семьей то есть нашел себе женщину и так далее это проверено когда ты открыл компанию и эта компания не имела никакого шанса выжить что я сделал как раз был новый год я опубликовал стихи такие свои правда то есть опубликовал это на одном таком листочки там было написано что поздравляю с новым годом желаю там бла-бла-бла только в стихах был нарисован там название моей компании и сайт и внизу вот это поздравление оделся как дед мороз стал просто на улице и вот так большому количеству людей раздал эти листовочки когда я раздавал листовочки то всем говорил слова поздравляю вас с новым наступающим новым годом желаю вам счастья любви и бесконечного успеха финансового после того когда я отдал эти листовки их было одна тысяча штук начал я раздавать их два часа дня стоя возле крещатик на крещатике возле возле рынка бессарабского то когда я раздал вот эти все листовки то целый год на следующий год у меня были очень удивительные финансовые яркие всплески я нашел очень хороший бизнес который несколько лет меня очень хорошо кормил хотя намеков в эту сторону не было совершенно никаких вот вообще также там было предложение какое-то по бизнесу моему и был указан мой номер телефона но вы представляете я этот номер телефона в спешке когда отдавал в полиграфию не проверил и они его впечатали неправильно поэтому мне никто не позвонил ну ничего в этом страшного спустя годы я делаю анализ и понимаю что то что я сделал это тоже пошло верно к чему это говорю о том что я сказал книжки пытайтесь подарить миру что-нибудь хорошее и этот мир обязательно что-то хорошее даст для вас или создаст для вас ляля артамонова младший сын не женатый не хочет общаться поддерживать отношения со старшим сыном думаю ревнует его ко мне как матери что делать помните обряд когда соединяешь сына одного и сына другого из и себя и объединяйте всех одном одним кольцом крови это я провожу или вернее рассказываю об этом обряде в первой ступени проходите внимательно его слушать и татьяна кубрина подскажите если была внимательная беременность то также необходимы проводы голодных духов до мила мишель как помочь человеку эзотерически избавиться от булемии когда вам будет хотеться то нужно представить где вам это хочется и поднять либо в голову либо из головы и груди опустить живот я об этом уже говорил таким образом мы можем эзотерически помочь себе елена тупикова в ю тубе весной удалили запись где вы показываете как можно расширить струну фуриока на вдохе и выдохе движением рук делается так вот так мы расширяем струну фуриоки вдох через зубы выдох через рот расширяя струну фуриок алла примак здравствуйте вспомнился вопрос что повторно прошло решение что означает цифра 777 ищите видео там все есть соседа укусил клетч вышной канал клеща оторвали дала таблетку от аллергии сегодня на третий день после укуса пошел отек это плохо ухудшился гол слух и голос сел больницу идти отказывается сосед живет сам приходит работать за еду как помочь антибиотики обязательно обращать обратиться к врачу бесплатное бесплатное здравоохранение идите и пускай обязательно врать смотрит это опасно я вам говорю это серьезно просматриваю вашего соседа могу сказать что это может закончиться очень нехорошо это может быть энцефалит менингит это может быть очень опасно для его здоровья так что обязательно пусть идет все-таки врачу сдает анализы крови иначе может быть очень трагично поэтому эзотерические я конечно могу подсказать но не буду пусть все-таки человек идет к врачу раз уже меня это коснулось я брать на себя ответственность за убийство другого человека каким-либо советом брать не имею возможности и права у меня маленькие дети хочу чтобы они выросли счастливыми когда вы будете проводить очередной обряд если не смогу присутствовать и оплачивать племянница потом отдаю и деньги в таком случае будет со мной работать будет святок кучер у меня бывают частые моменты ощущения в радости в груди кажется мало места в груди так много длится недолго сама приходит и уходит не хочется чтобы уходила можно эзотерические это чувство удержать конечно этим мы и занимаемся во время прохождения наших ступеней до четвертой ступени нельзя удержать после 4 она поселится и будет жить с вами бесконечно и всегда андрей андреевич подарите пожалуйста код для женщин чтобы мужчины не исчезли после первого знакомства навсегда искали встреч и общение честно говоря не встречала такой код очень напрасно этих кодов очень много у меня необходимо представлять когда вы с мужчиной необходимо им восхищаться также представлять будто мужчина бесконечно вам говорит обожаю тебя обожаю тебя обожаю тебя вот садитесь не мечтаете о том как он женится а представляете как он вас обнимает и произносит обожаю тебя обожаю тебя обожаю тебя на вдохе при этом произносите 3 а не так на вдохе произносите а я у а на выдохе за а я у а на выдохе за вот такой код используйте а я вам на выдохе за тогда он будет вас обожать она балладах она балладан я попробовала убрать косточки на хороший возле больших пальцев на ногах эзотеристки но у меня ничего не получается может есть какой-то способ есть в эзотеристки до способ простой есть берете яйцо в скорлупе заливайте уксусом ставите в темное место на 5-6 дней после чего прокалываете это яйцо которое вздуется в блендере или миксером взбалтываете это все и натираете ногу вот таким яйцом и тогда все косточки и наросты исчезнут вот так это все работает ольга шестюк здрасте андрей андреевич очень надеюсь в этот раз мне подскажите дочь преследует какие-то неприятности просто бесконечная череда драм началась после окончания школы приходится искать другое место родилась тогда-то в этом году страшная трагедия погиб сын это беспокоит связаны такие вещи в жизни хочу вам сказать что очень часто это связано вот чем горюющий человек человек который озлоблен человек который ненавидит весь мир этот человек который притягивает неприятности он живет по принципу толкателя или по принципу плюса для него мир это место выживания мы эзотерики принимаем для себя мир как бы с позиции что люди нас обожают мир нас обожает и мы радуемся от того что живем таким образом как бы приобретаем себе или как бы вырабатываем себе определенную ну некую такую магнетическую энергию и начинаем жить в инском положении как бы живем с позиции вот такого плюса и живем с позиции вот такого вот такой вот радости именно поэтому все время к этому и призываю научите ее этому скажите побольше позитива побольше радости так и произноси себе мне радуется им не нравится что я сегодня живу мне нравится что я одета мне нравится что дети счастливы и так далее но я понимаю девочка живет без мужа девочки тяжелая жизнь воспитывает детей и так далее ну пусть старается все равно в этом всем находить какую-то радость дети здоровы уже радость вы понимаете радость увеличивается к радости а страдание увеличивает страдания именно поэтому не нужно страдать нужно радоваться как найти радость так и произносим себе у меня есть это одежда у меня есть где жить у меня есть на чем ездить у меня есть там хорошо что тепло хорошо что деревья есть мне нравится там то что я сегодня могу поспать мне нравится просыпаться малые радости это тоже радости человек не так ну не так все плохо есть где жить есть что есть значит уже радость есть понимаете просто мы готовы видеть грустные синкопы но не готовы увидеть радостные синкопы но они то есть то есть мы радость воспринимаем как само собой а грусть воспринимаю как драмы и трагедии но тогда это не честно мы переходим на сторону вот таких темных сил а как же светлые силы нужно быть на их стороне скажите пожалуйста какие безопасные возрастные рамки к прохождению ступени кайлас молодежь ведь не сформировалась до конца характером я считаю что для молодежи это находка проходить бесплатно и первые ступени школы кайлас прямо с раннего возраста для них это находка мой сын слова прошел ступени 1 1 ступень школы кайлас еще в возрасте не знаю 9 лет и может быть раньше даже наверно еще восьми лет то есть он смотрел по чуть-чуть после чего читал мантры я даже записывал как он читает эти мантры маленький еще был сейчас ему уже 12 лет и он очень хороший человек то есть он не драматизирует у него есть вот это состояние когда он восхищается миром то есть это вот заметно понимаете это заметно ему везет во всем такой рыжий рыжик абсолютно везучий рыжик то есть учится хорошо на сегодняшний день закончил как отличник на отлично школу и там учится на саксофоне нет с ним проблем вот вообще никаких тут вот фу я считаю что чем раньше ребенка обучить вот такой философии тем лучше и быстрее в его жизни наладится его жизнь и конечно же хорошо что у него психика не сформированная до конца почему потому что моя философия эта философия позитивных намерений позитивного отношения к жизни позитивного восприятия жизни философия других коучеров она может не всех конечно она может быть связана с тем что надо добиваться надо куда-то бежать и она конечно же разрушает очень часто мир воспитывает человеке злость а суть родителя воспитать человеке все-таки доброту милосердие любовь веру то что все будет хорошо вот это я ставлю на первое место я стараюсь это в своих детях вырастить жазера карашева подскажите можно в один день проходить несколько сангая да или один вид сангая нет как правильно читать вот как я там даю так и читать илана лона илана лона подскажите если можно какие сложности моей жизни означает номер квартиры 6 и номер квартиры 26 там родилась никаких дают ли действительно трудности эти номера квартир не дают ирина юманова как спиртное влияет на занятие эзотерикой стоит исключать его полностью я считаю что у человека происходит разрыв сердечной чакры когда человек принимает алкоголь дело в том что мы таким образом обманываем свою душу когда человек пьет то ему кажется что он счастлив а когда человек и тем он таким образом душа начинает радоваться а на второй день когда человеку становится плохо то душа наказывает за то что человек обманывал себя то есть душа думает что это он сознанием воспринимает мир как радостный мир и поэтому человеку хорошо а на самом деле это из-за алкоголя он радостно мир воспринимал поэтому на второй день после алкоголя у человека скребутся скребутся окошки и там ему плохо у него там какие-то драматические элементы вообще хочу сказать что алкоголь в безумно низких количествах то есть до 3 процентов в жидкости до 2 процентов жидкости до 3 очень полезен вспомним ниши ниши да вспомним ниши который свое время сказал о том что человек он имеет три элемента его организм функционирует по трем элементам метаболизма это метаболизм алкогольный метаболизм солевой метаболизм кетоновый и вот он говорил что для человека очень важно чтобы присутствовал метаболизм алкогольный и именно он говорил что если человек очень поправляется не может сбросить вес если у человека там развивается сахарный диабет 2 типа заболевания сосудов на ногах то человеку необходимо увеличить количество употребляемого алкоголя он советовал это дело так он говорил что возьмите обычный спирт хорошего качества или алкоголь хорошего качества и разведите его так чтобы был один два процента в литре воды выпейте на протяжении дня этот литр воды заметно похудеть и лучше будете чувствовать себя поэтому такой алкоголь который не вставляет он полезный алкоголь который мы принимаем это обычно удар в печень а печень связана с паранормальными способностями чем хуже работает печень тем хуже способности если у человека очень больная печень он богатым не сможет становиться если у человека больная печень в дальнейшем будет иметь проблемы с глазами с агрессией будет расстраиваться очень сильно очень часто я говорю что печень связана с нашим психическим состоянием поэтому очищение печени поэтому поддержка печени это обычно дает нам возможности быть и моложе и красивее и так далее поэтому храните печень дольше будете молодыми ирина шоколу андрей здесь сколько дней практиковать практике 4 обновленной ступени восьмой день не менее 30 таня тимофеева и вот эту практику когда зарождается тепло не менее полугода взялся духовное имя она мне нравится а вот что непонятно теперь его надо посылать вам и делать просад чтобы вы мне дали нет живите с тем который у вас есть валентина бондар моей дочери виталины день рождения пожалуйста поздравьте и поздравляю татьяна поплавская можно ли вечером начитывать или лучше все утром можно и утром и вечером из разных сангая можете все вместе мешать между собой использовать когда хотите фарида ножам в какой сфере посадки не отвечаю на это андрей здесь подскажите как правильно избавиться от старых фотографий говорили когда-то но я не придала этому значения сложите их в коробку положите куда-нибудь старые фотографии они нам нужны детям показать вспомнить прошлое знаете она же забывается но делать из старых фотографий культ клеить на стену молиться перед ними там желать всем счастья этого делать не стоит старые фотографии закат затягивают нас прошлом прошлое а это плохо сегодня общался с человеком он мне говорит андрей андреевич вот никак не могу решить я он мужчина никак не могу решить вопросы все-таки с женщиной мне сложно выбрать я там большой и мне хотелось бы там женщину и так далее и так далее но я не знаю я вот думаю думаю так далее ему говорю послушай как бы ты не думал о еде тебе все время будет хотеться есть и чем сильнее ты думаешь о еде тем сильнее тебе хочется именно поэтому или не думай или действует вот так нужно жить а когда мы допустим вспоминаем или думаем то мы ухудшаем общее состояние вспоминая прошлое мы теряем настоящие а теперь а теряя настоящая стирается будущее будущее формируется ли ткется как полотно когда мы живем и ощущаем это настоящее а если наши мысли заняты событиями прошлого если мы все время только там испытываем удовольствие то будущее не соткется то есть это будущее может не наступить поэтому я считаю что любые возвраты воспоминания о прошлом это наши элементы быстрого старения поэтому хотите быть молодыми не думайте опросом ставьте себе задачи старайтесь жить настоящим будьте чуть-чуть энергетически мощнее старайтесь все-таки восхищаться софия макарова восхищаюсь вашими знаниями большое спасибо скажите пожалуйста по вашим методам научилась убирать боль не знаю брать ли деньги обязательно заработаю у меня очень много или нет лечу всех бесплатно если лечите бесплатно дар исчезнет поэтому помните что человек которого вы полечили бесплатно это человек который который у которого вы забрали эту боль тем самым или вылечили эту боль после этого этот человек становится вашим должником случае если человек становится вашим должником то чем больше должников тем больше у вас будет нищета проявляться потому что есть правило двоих если один должен а второй тот кому должны то тот кто должен у него тоже появляются долги почему это правило двоих смотрите правило проблем это правило двоих людей или бинарные правила бинарные правила неприятностей допустим у меня есть у меня есть у меня очень хорошая жизнь и в моей хорошей жизни всего хватает и тут в мою жизнь вмешивается человек допустим этот этот человек его зовут петя он говорит у меня есть проблема у меня есть долг займите мне денег а у меня не было ни проблем ни долгов я занимаю эти деньги петти и теперь эта проблема уже двоих то есть раньше был долг у петти а теперь мне должны у меня же не было проблема когда я занял теперь есть а петя отдавать не хочет теперь мне надо искать петю давить на него и так далее это уже проблема для меня поэтому жить и не занимать легче чем жить и занимать ну вот где то так знаете вот смотрите нам бог дает по потребностям помните есть такое у карла маркса что это обозначает но потребности они могут быть такими смотрите я очень чувственный человек и люблю кошек после этого мне нравятся кошки я их жалею и у меня открытое сердце я люблю всех кошек и так далее но божественная энергия если так можно сказать она начинает идентифицировать а я другой человек я не люблю кошек я не люблю кошек они в моей жизни не появляются почему мне их не дают я них не думаю они не появляются за последние несколько лет ни одной кошки не видел почему тех не вижу потому что я ну никак не отношусь кошкам не аллерген на кошек ну и тут сразу же вопрос но я люблю свою кошку я люблю окружающих кошек мне вообще нравится кошки так вот теперь я буду кошек находить везде куда бы ни пошел это во всем это так устроена эзотерика если я люблю деньги если я там тянусь к этим деньгам если мне вдохновляют деньги получают них удовольствие они будут попадаться а если от них страдаю я не будут исчезать если я обожаю кошек у меня открывается дверь и будет много кошек понимаете если я помогаю всем нищим то нищие будут меня преследовать и кто попала будет постоянно хотеть занять у меня денег чтобы сделать меня нищими почему чем больше я буду помогать таким людям тем ближе к ним буду становиться до становиться в их ряды почему потому что я ими восхищаюсь я им отдаю часть своей жизни а если раздают часть своей жизни я могу оказаться в их кругах мария джаблаева андрей андреевич старшая дочь занимается профессионально большим теннисом подскажите пожалуйста какие практики выполнять перед выходом на корт не знаю чем вы спрашиваете вообще не знаю что вы от меня хотите пусть проходит первая ступень жене они самого как считаете можно ли отмечать 40-летие конечно я отмечал татара татата алексей фролов интересно ваше мнение по поводу практики кружения вокруг своей оси стоит ли делать какую сторону много противоречащие информации могут кружиться часами пробовал совмещать с прослушиванием через динамики когда вы крутитесь против часовой стрелки у вас есть какое-либо желание то она разбудится если женщина в воде крутится против часовой стрелки то она выйдет замуж крутиться нужно против часовой стрелки потому что человек накручивает на себя новые события жизни а когда по часовой стрелке то разбрасывает от себя если вы должны кому-либо деньги думайте об этих деньгах крутитесь по часовой стрелке и отдадите долг случае если вы имеете болезнь тоже по часовой стрелке болезнь как бы от вас вылетит а в случае если вам нужны деньги мне нужна работа мне нужна работа сик работа сик работа сик работа и крутитесь против часовой стрелки быстро найдете работу о о как говорит мой сын слава когда мы видимся с утра он говорит о у него правда это про и получается много значительно не так как у меня у меня такой вопрос по поводу реинкарнации да ладно есть такая либо связь между числами рождения ребенка когда-либо умершего человека нет не знаю как правильно сформировать вы сформировали например родился ребенок такие числа в наше время если вероятность что такое же примерно числа мог родиться прошлых жизнях нет нет так не работает это елена данила хансен подскажите как эзотеристки сдать тест по вождению представлять и нужно ругать инструктора или хвалить 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 и представлять будто это объединять себя его одной хордой прогревать эту хорду как я обучаю во второй бесплатной ступени вы солнечный человек спасибо хочется жить меняться в лучшую сторону спасибо хочется спросить у нас в городе кришнеиты ходят по улицам поют это секта стоит опасаться за внука он туда ходит спасибо огромное за ваш ответ но я бы не сказал что это секта прям тоталит конечно же это тоталитарная секта она забирает детей они потом всю жизнь подчиняются определенному канону который есть в чем он заключается когда человек приходит и посвящает свою жизнь служению какому-нибудь божеству или богу то это конечно же не нравится кому-то но вы можете быть абсолютно уверены что кришнаиты с их каноном это те же самые монахи которые находятся в христианской церкви или в какой-либо другой церкви это монашество но и плохо ли христианское монашество но она неплохо потому что это выбор человека служения богу но точно так же у этого человека он начинает верить в бога но у кришнаитов там не так все печально как у монахов ему не нужно будет уединяться или уходить но у него будет свое персонифицированное восприятие этого мира в котором у него будут мечты такие где он будет всегда и во все времена своей жизни хотеть быть ближе к богу кришне и будет посвящать все свои достижения богу кришне будет думать о боге кришне и будет стараться каждый день произносить восхваление это индуистская религия плохого в ней ничего нет на самом деле если выбирать большинство религии которые есть на земле и кришна изм я бы оставил кришна изм потому что это очень позитивно потому что это очень как бы красиво и мягко до для нашего социума это не подходит но ничего в этом страшного нет тотально в привычном мировоззрении нашим когда человек становится взрослым после этого после сорока там зарабатывать себе на квартиру на машину и так далее такое тоже у кришна это возможно ну и точно так же как у обычных людей а если не заработаешь ну так и у нас есть среди обычных людей живущих что до 40 до 50 живут съемных квартирах до 60 умирают съемных ничего в этом страшного нет то же самое происходит и там возможность развития все-таки имеется что там что там но радость все-таки такая которая возникает и в христианской церкви и в христианском монастыре и наверное где-то в тибетском монастыре и наверное в китайском монастыре и наверное в кришна иском вот таком храме она все равно возникает это радость и возможности контактировать с богом важность наверное присутствие бога в этом по моему мнению плохого ничего нет елена сергеева узнала стал ваша ученица и счастлива что теперь живу и думаю по-другому очень стараюсь далее менять мысли действовать свои в общем-то жизни скажите пожалуйста будет ли еще мужчина моей жизни конечно не отвечай на эти вопросы светлана домаш ученица 3 обновленной ступени скажите эзотерические в какой цвет окрасить стены в дом и цвет мебели и как правильно расположить кровати кровати в любую сторону только не головой на север в любую сторону можно но не ног не головой на север потому что если спать головой на север денег не будет и голова будет болеть хоть многие именно это и советуют не нужно потому что будут головные боли также очень плохо чтобы сзади возле спины были розетки а также лампы где-то прямо возле головы или над головой также очень хорошо чтобы кровать стояла а над кроватью не было никаких ни картин не зеркал ничего это очень мешает жить также хорошо спать так чтобы с правой когда вы встаете не смотреть сразу зеркало а также перед сном не наблюдать себя в зеркале тоже третье очень хорошо когда цвета квартиры имеют пастельные тона если хотите чтобы у вас не надо зеленый я в том что очень часто зеленый цвет является ловушкой для духов и какой-нибудь дух или какое-нибудь существо негуманное или какое-нибудь существо там вот смотрите почистить квартиру с зелеными обоями гораздо сложнее чем с обоями разного другого цвета именно поэтому там где зеленые шторы зеленые обои обычно люди более угрюмые более такие несчастные более долго обижаются и так далее а вот в случае если они бежевые то легко легко отходят и так далее а если красные то человек долго не сможет засыпать а если засыпать то долго не сможет просыпаться потому что это больше астрально какие же цвета должны быть близкие приближенные к светлым оттенком светло-бежевый светло-зеленый светло-розовый такие вот очень очень поверхностные оттенки они дают ясность сознанию ясность восприятия их легко очищать с открытыми глазами а не борисова я ваша ученица как правильно работать с ваджи как держать ее разными кодами и заклинаниями это не имеет значения как держать ваджу совершенно не имеет значения вот так если держать ее то быстрее будут использоваться исполняться мысли случае если вот так держать ее и вот так соединить это похоже на коровку видите money бхадру таким образом если так держать и читать какие-нибудь мантры то появится больше денег и материального благополучия также хочу сказать что для материального лучше держать ее левой рукой вот вот таким образом левой рукой вот таким образом ну и проводить вот такие обряды как будто вы что-то ом манипхадра пхум ом манипхадра хум ом манипхадра хум ом манипхадра сик манипхадра таким образом будет привлекаться материальное благополучие он зампала зонтай саха он своим клим намах то есть вот такие мантры и вот такие движения рукой могут привлечь чем отличаются левши и правши по моему мнению эзотерическому левша чаще обращает чаще поворачивает голову в левую сторону так как он вынужден писать левой рукой правша же чаще поворачивать голову в правую сторону я хочу вам сказать левая сторона берущая именно поэтому если хотите чтобы у вас было денег больше это очень давно заметил и в каких-то первых своих семинарах по магии денег я об этом говорил что если вы человек который стар который старается зарабатывать в жизни свои денег обращайте внимание какую сторону вы чаще смотрите или чаще поворачиваете голову и старайтесь чаще поворачивать голову в левую сторону потому что поворачивая в левую будете принимать больше поворачивая справу отдавать больше поэтому старайтесь стоять когда нет покупателей стойте так чтобы смотреть через левое плечо когда покупатель зашел старайтесь смотреть на него через правое плечо ну вот так где-то то есть так же вот из вашей на убирание болезни и проблем в правую руку на убирание психических заболеваний на убирание психических заболеваний большой палец ставится на ваджру и прикасается пальцем колбу а левая рука стоит вверх и вот таким образом можно убрать себя психические заболевания ладно андрей андреевич подскажите если я приобрела снг стоит его практиковать год например будет результат да будет вы не единственный человек у которого тоже все и происходит поэтому я стараюсь о себе ни с кем не разговаривать о планах я даже с близкими не делюсь как говорит моя бабушка не говори гоп пока не перепрыгнешь правильно говорите тишина спокойствие но наблюдая за людьми которые очень часто сталкиваются с какими-либо проблемами психической деятельности я обратил внимание что а не завершил прошлый вот разговор так вот в том семинаре которая давал очень давно я говорил что наблюдая очень богатых или за очень богатыми людьми я обратил внимание что эти очень богатые люди очень часто смотрят левее то есть их голова обычно чуть-чуть левее направлена то есть они даже садятся вот так чтобы их голова смотрела больше в левую сторону когда разговаривают у них как-то влево все вот так вот знаете это все очень удивительно человек который бедный наоборот поворачивается правой стороной и человеку которой неприятности клонит голову в правую сторону клоните голову в правую сторону будут неприятности в жизни кловить клоните в левую сейчас можете проверить смотрите если ваша жизнь сейчас настроена на то чтобы вы больше зарабатывали денег то болезни развиваются следующим образом вам больно поворачивать в правую сторону и не больно в левую вот если в левую больше опускается чем в правую значит у вас как бы предпосылки к тому чтобы зарабатывали больше это все пара психологические трюки и это все связано с магией волшебством и это все не связано совершенно со здравым смыслом поэтому пожалуйста если вы смотрите данное видео не относись не относитесь к этому как вот как вот а почему так а давайте разберемся как вы можете объяснить это а как вы можете это объяснить и доказать и так далее я этого сделать не смогу хотите верьте хотите не верьте хотите проверьте вот где-то так я это использую свою жизнь а если не в левую не в правую тогда это заболевание остеохондроз солевой диатез и так ни с кем не разговариваю никому ничего не говорю поэтому именно поэтому я в свое время выпустил свою книгу которая называется магия денег вот она так выглядит в этой книге магия денег есть такие слога сейчас я прочитаю и так о чем эта книга первый секрет уберите черви из тела замените слово тратить на слово покупать радуйтесь деньгам онлайн радуйтесь чужому успеху якорите помогайте родителям деньгами помогайте деньгами тем кто в них нуждается будущее никогда не произойдет если о ваших планах знает много людей секрет 10 страница 30 открываем страницу 30 и читаем ее секрет 10 будущее никогда не произойдет если о ваших планах знает много людей держите свои желания в тайне многие совершают ошибку хвастая успехами своими если у вас планах крупное приобретение подписание выгодного контракта или что-либо другое значимое для вас всегда держите это в глубочайшей тайне если вы собираетесь начать новый бизнес и спрашиваете совет у родственников и знакомых можете дело и не начинать ничего не получится как это устроено когда другой человек слышит от вас о ваших планах он может блокировать энергию вашего начинания энергии своей зависти энергия вашего потенциального начинания всегда слабее чем энергия зависти которую излучают завистники так как они ее нарабатывают годами поэтому запомните если вы что-то начинаете держите это в большом секрете никому ни слова рот на замке это моя книга которая называется магия денег очень рекомендую здравствуйте андрей андрей скажите пожалуйста какое значение имеет вышивание в эзотерике если имеет значение если человек делает узлы крест на крест или вышивает крест на крест то он должен говорить что он жизни хочет это придет таким образом вышивание может быть с выпрашиванием для рода я желаю дочери счастья желаю сыну пусть каждая дверь откроется пусть будет много денег шепчите вышивайте обычно вышивали и читали молитвы во спасение там господи иисусе христе сыне божий помилуй мя грешную или там воскреснет бог расточаться в разе его добегут от лица его ненавидящие воки исчезает дым да исчезнет как и тает воск от лица огня так погибнут бесы перед лицом бога нашего иисуса христа и так далее и вот вышиваете в этот момент потом дарите своей дочке она вышиванку говорить это от чистого сердца на ее цепляет и у него уходят психические болезни происходит там исчезают там сглазы порчи и так далее и вы можете это все тоже делать пожалуйста делайте такие эзотерические наполненные картины можете читать мантру мани под мохом мани под мохом или какое-нибудь заклинание драм-дрим-дроум сахс украина мах кина шербина учитель счастья запуталась малех малеха то чё там отчет делаю не так скоро будет лучше спасибо с добрую надежду пожалуйста уважаемый андрей андреевич у отца на могиле памятник крест наполовину втянула в могилу и покосила говорят старые люди надо отмаливать из ада это глупость я понимаю что папа не был святым жизни пил и курил и ругался пахах вся но когда был трезвым готов был всем помочь и последней рубаха поделился памятники мы поставили новый с мраморной крошкой вот посоветуйте как и каким образом из ада вытащить глупости это все не памятник виновата земля видно земля проседает а памятник нужно было ставить правильно для того чтобы поставить такой памятник нужно было фундамент сделать и это все знают когда вы будете такой память нужно достать крест немножко убрать землю сделать фундамент и на него поставить этот памятник вот так ничего страшного ни в каком во аду ваш папа не находится серьезно если бы в аду находились то тогда ленин бы вместе со своим саркофагом и мавзолеем утонул бы уже тысячу раз посреди красной площади и там не было бы ничего почему ваш подписывал такие заключение подписывал такие документы которые убивали там по сто тысяч человек знаете и сажали и там весь мавзолей вместе с красной площадью должен был бы уже утонуть там я не знаю в аду и там даже шпилей бы не должно было торчать вот так эх люди люди а вам наверно говорит тот кто хочет заработать говорит давай я отмолю а ты бабла мне заплатишь нелли авраама учитель существует легко для щитовидной железы конечно он есть вам для того чтобы его знать необходимо купить мой семинар который называется коды дуйко для здоровья или пройти семинары там где я рассказываю вот есть такое санга я по здоровью купите там все коды от всех заболеваний тамара ленивая ухты ж фамилия какая результат у меня есть напишу в отчаянии у дочки в марте мужа умер а у сына жена настаивает на разводе уже не алименты подала что случилось не поймем никак кто подменил ее но самое главное она хочет увести единственного моего внука из нашего города что делать и можно ли спасти семью от разрушения до представляете и делайте их прогревание хорды схлопывайте их миры по второй ступени покою сыну и мне нет кто и голову заморочил делайте как я говорю все сможете спасти сшивайте их вот как я рассказываю на второй бесплатной ступени пройдите внимательно делайте то что там марина брайт если носишь метасоник от энерго влияния это значит что он работает полноценно не зависят все энергии конечно повлиять на вас энергетически невозможно елена куб расскажите более подробно об завтрашнем обряде что должно быть после него и потом это все выбросить или куда на завтрашнем обряде проводы дневных духов которые возникают от того что женщина сделала аборт и почему это возникает когда женщина сделала аборт то ребенок энергетически 9 месяцев вынашивается и происходит его рождение рождение его души эта душа рождается и находится рядом с матерью потому что не получает первое своего имени не получает радости от того что мама была и не получает собственно маму свою тем и не получает тело конечно же свое конечно же это все необходимо убрать потому что такой дух становится гневным постоянно пробивает энергетический кокон женщины и в дальнейшем мешает этой женщины быть счастливой если много было абортов на женщину мужчина не обращать внимание такие мужчины или там муж не хочет заниматься интимными отношениями с такой женщиной не такая женщина не имеет успеха финансовых каких-то делах операциях ей не везет тотально таким образом проведя такой обряд можно дальнейшем планировать и рассчитывать что мужчины начнут обращать внимание хорошо к вам относиться и у вас дела финансовые пойдут лучше ну и конечно же такой обряд проводится человеком который умеет его проводить для обряда вам необходимо одна пеленка для одного ребенка одна игрушка для одного ребенка одна конфета для одного ребенка конфета любая игрушка любая пеленка любая после чего одна ароматическая палочка что не обязательно и ароматическое масло обязательно один флакончик на все пеленки после этого для каждого ребенка выкладывайте одна пеленка по левую сторону кладете погремушку по правую сторону кладете конфету после чего когда я скажу к пойти маселкам любым ароматическим желательно пачули или чайное дерево но можно любым но здесь важно это масло оно должно вам лично не нравится оно должно вам подванивать и пахнуть плохо именно поэтому пачули она плохо пахнет после этого капайте на каждую пеленку когда я скажу во время обряда и выходите я запечатываю провожу обряд даю имена этим детям и открываю кала чакра кала чакру что обозначает чакра времени и провожаю туда детей и после этого после чего у вас жизни появляется материальное благополучие везения части красота многие становятся моложе и так далее в завтрашнем обряде я постараюсь еще и вас отрезать от всех мужчин которые были когда-либо с вами в интимной близости для того чтобы освободить ресурс вашего потенциала чтобы вы так быстро не старели в общем то ответил ольга луц три года назад приобрела талисман семиконечную носила три года ни разу не почистил андре приобрела 2 метасоника для богатства выравнивания судьбы у меня моя звездочка почему-то начала менять цвет золотого превращается в красный почищу через пару дней она опять красная церебряные цепочки на которых одеты чернеют пришлось менять на кожаную ленту возьмите и сделайте так уберите пока не нужно носить серебро золотом совместно уберите и носите в начале серебро серебро поможет убрать у вас из вашего организма токсины серебро чернеет потому что серебро втягивается она является антисептиком а медь выходит наружу так организм забирает серебро это говорит о том что он не хватает коллоидного серебра так как организму необходимо антисептики какие-то и вот этими антисептиками может являться там коллоидное серебро можно купить его в нашей компании серебро называется и пропить после чего не будет синеть не будет серебро тускнеть при заболеваниях головы когда человек болен там менингитом или переболел к видом там еще чем-то при шизофрении золото которое одевает на себя человек может чернеть и становиться черным это часто бывает ну и это тоже хорошо не нужно его не очищать ничего делать носить его на себе это говорит о том что организму не хватает золота она его вытягивает из цепи из кольца там из всего остального потом поносите месяц-два потом снимите это серебро и одевайте потом золото она чернеть нибудь можно ли заниматься огородными посадками если в соседнем доме покойник да пожалуйста если эзотерийский метод избавиться от внутреннего страха есть это медузы из первой ступени и это выталкивание с первой ступени проходите первую ступень расскажите пожалуйста каком понятии как мертвая кость выглядит как шишка рассказал что делать берите уксус яйцо натирайте все сойдет как-то приснеешься у меня назвали с телой у меня было да и имя в прошлой жизни у меня есть вопрос я живу на урале и изменю ли жизнь к лучшему если перееду на юг измените стелла ну и стела я купил у вас талисман от всех заболеваний серебра скажите как он работает сколько по времени его нужно носить носить его два-три года на себе вот все что дает этот талисман полностью исполнится можно ли ученикам школы заниматься хиджамой всегда боялась вида крови а теперь обучаюсь уже практикую можно у меня не получается приобрести пеленки погремушки за свои деньги могу воспользоваться помощью мужа да я всю жизнь жила в крайнем перенапряжении хочу потому что стремилась к лучшему вот однажды дошла до крайнего при напряжении только колесницы зубных богов бежать не буду это читать марьяна хорцева можно ли на воду ставить для себя программа красивая умная женщина наполняюсь нет я стану красивый я скоро буду красивой умной женщиной и я скоро наполнюсь энергией вспомните первую ступень нельзя говорить я красивую умная женщина так не работает добавлю что увидела наш мир создает мощные огненные боги ой боже мой на днях делали себе раскрещивания как вы учили на четвертый день свекровь начала разговор с того что почему это внучки и у меня двое старшие и крещеная младшая принципиально не крещена не носят крест младшего обязана покрестить что это эгрегор могу ли я старшую сама по раскрестить можете да можете ее покрестить а потом раскрестить также пусть носят кресты но вы скажите я одеваю на тебя не креста плюс пусть добавляется в твоей жизни материальное благополучие пусть добавляется те кто тебя будет любить пусть здоровья пусть ума добавляется крест это еще и плюс но и на этом наш вебинар закончен я надеюсь вам понравился наш сегодняшний вебинар посвященный эзотерики если вам нравится обязательно после окончания данного вебинара опубликуйте или распространить его в своих социальных сетях также и забывайте что завтра данный вебинар утром будет повторно транслироваться на моем официальном канале андрей дуйко виде презентации вебинара или виде прямой трансляции сегодня она прямая трансляция которая будет опубликована в youtube канале который называется школа кайлас есть второй официальный канал андрея дуйко где более большие видео публикуются ну что я желаю всем искреннее богатство материального благополучия пусть жизнь вашу добавляется любовь обожание до свидания